Продолжим тему прямого и обратного включения реле-напряжения. Во второй части добавим моделирование и более детально рассмотрим схемы. Начнем примером трехфазного электропитания нагрузки. Найдем место реле-напряжения среди других действующих устройств. Здесь видно последовательное подключение вводного автомата реле-напряжения и контактора. Цифровой индикатор реле показывает, что напряжение по всем фазам находится в заданных пределах, поэтому контакты реле-напряжения замкнуты, питание подается на контактор и через него на нагрузку. Если параметры питания отличаются от установленных значений, контакты реле разрывают цепь питания контактора и нагрузка отключается. Заметим, что реле присоединено к вводному автомату сверху. По схеме это соответствует непосредственному питанию измерительного блока реле. Поэтому при нормальных параметрах питания происходит прямое автоматическое включение. Перейдем к альтернативной схеме. При обратном присоединении напряжение подается на контакты, а измерительный блок отделен от источника питания. Следовательно, для включения требуется внешнее управление. Итак, обобщим. Прямое и обратное включение может применяться не только для однофазных реле напряжения, но и для трехфазных. Теперь посмотрим работу однополюсных реле в трехфазной сети. Здесь также выполнено прямое присоединение. Три реле используются независимо по каждой фазе. Сравним схемы с учетом опытов из первой части. В включенном состоянии, когда напряжение находится в заданном диапазоне, контакты реле замкнуты. Осуществляется электропитание нагрузки. Отличие возникает, если напряжение выходит за установленные пределы. Измерительный блок при прямом присоединении остается под напряжением. При обратном отключается. Восстановление напряжения питания приводит сборку прямого присоединения к автоматическому повторному включению. А обратная сборка остается в режиме ожидания. Для корректного моделирования работы реле оценим проблемы организации электропитания в реальных условиях. Возьмем типичный вариант. Трансформатор мощность 250 ква. Разрешенная мощность 160 на 150 домов. Около единички на дом. Мощности выделены по древним нормам. С уверенностью можно говорить о возможной перегрузке. Далее воздушная линия. Алюминий. Срок эксплуатации 45 лет. Присоединения выполнены преимущественно скруткой. В результате падения деревьев были повреждения в нескольких местах. Рукопашный ремонт и фазных и нулевых проводников выполнен вот так. Можно не сомневаться в наличии высоких переходных сопротивлений и потерь. С учетом этих сведений переходим к моделированию. Используем автотрансформатор для регулирования напряжения в возможном диапазоне. Применяем прямое присоединение однополюсного реле напряжения. Сопротивление линии электропередач имитируем с помощью двух параллельных резисторов. Общая мощность 40 Вт, сопротивление 2,6 Ом. Нагрузку подключаем через розетку и вилку с индикатором. Устанавливаем пониженное напряжение питания около 190 Вольт и порог срабатывания реле 180 Вольт. Наблюдаем подключение нагрузки, последующее падение напряжения и отключение. Переключаем индикацию реле на измерение тока. Нагрузка при подключении сажает питание. Возникает эффект качелей. Выключаем нагрузку. Питание стабилизируется и реле не отключается. Убираем резисторы. Оказывается, что частые включения и отключения также возможны только из-за перегрузки трансформатора. Теперь разорвем нулевой рабочий проводник. Имитируем прикосновение и проведем измерение тока через резистор с номиналом 1 кОм. Заметим, что контакты реле оказались в замкнутом положении. Подключаем нагрузку. Обнаруживаем, что прикосновение может привести к включению реле и кратковременной подаче напряжения на нагрузку. При этом ток через имитирующий резистор резко увеличивается. Вернемся к сравнению прямого и обратного присоединения на схемах. При прямой сборке изменение параметров питания может приводить к частому повторению включений и отключений. В частном случае эффект качелей проявляется при существенной зависимости напряжения питания от мощности присоединяемой нагрузки. Следующее существенное отличие проявляется в ситуации обрыва нуля. Разрыв нулевого рабочего проводника оставляет под напряжением измерительный блок только при прямом присоединении. Если реле однополюсное, то через измерительный блок прямого присоединения под напряжением оказываются все компоненты за местом разрыва. С нагрузкой и неизолированными частями прямое присоединение становится особо опасным. Ток прикосновения будет больше допустимого, даже если последовательно с реле напряжения используется защита устройством дифференциального тока. Значение тока 5 мА имеет место при разумных контактах. При достаточном напряжении между фазой и землей реле прямого включения может сработать. В этом случае ток пройдет через контакты и нагрузку, а его величина окажется ограничена только устройством дифференциального тока, например, номиналом 30 мА. Без дифференциального устройства еще хуже. Ток прикосновения ограничится сопротивлением тела пострадавшего. Во всех ситуациях обратное присоединение реле напряжения оказывается более безопасным. Сам отказ от автоматического включения и особо от автоматического повторного включения позволяет предварительно до подачи напряжения установить и устранить возможную опасность. Перейдем к включению. В первой части подача напряжения на измерительный блок осуществлялась кнопочным включателем. Он шунтировал разумнутые контакты реле только на установленное время задержки включения. Теперь посмотрим другой вариант. Используем автоматический выключатель. Он был предложен в одном из комментариев по первой части. Во включенном положении автомат также шунтирует контакты реле. В это время измерительный блок находится под напряжением. Вот положение компонентов на макете. Для обратного включения напряжение от источника будет подаваться снизу однополюсного реле. Шунт автомат стоит параллельно. Через розетку и вилку присоединяем нагрузку. Первое включение выполняем при напряжении в рабочем диапазоне. Сейчас время задержки большое и требуется длительное включение автомата. После замыкания контактов реле автомат можно выключить. Питание нагрузки переходит под контроль реле. Для следующих включений устанавливаем минимальное время задержки. Регулировку реле можно проводить при любом положении автомата. Далее имитируем неисправность. Допустим, реле не включается. Выключим его правой кнопкой. В этой ситуации электропитание нагрузки может осуществляться через автомат. После устранения неисправности возвращаемся к контролю напряжения. Увеличиваем напряжение выше установленного максимального значения. Соответственно электропитание прекращается. При возврате в рабочий диапазон автоматическое повторное включение исключено. Осуществляем запуск с помощью шунта автомата. Уменьшаем напряжение. Также проверяем отключение. Еще раз возвращаемся в рабочее положение. Имитируем обрыв нулевого рабочего проводника. Реле и нагрузка отключаются. Измеряем возможный ток утечки. Он ограничен током через встроенные индикаторы и составляет около 700 мкА. Автоматическое включение нагрузки и существенное увеличение тока утечки исключено. Итак, работоспособность схемы подтверждена. Контроль питания по напряжению осуществляется так же, как при прямом включении. Преимущества применения автомата вместо кнопки следующие. Ассортимент автоматических выключателей значительно больше, чем кнопок. Это упрощает выбор компонентов в зависимости от тока нагрузки. При неисправности реле напряжения даже неквалифицированный пользователь имеет возможность временно включить нагрузку через шунтирующий автомат. В завершении скажу, что не выделяю какую-либо схему. Только информирую о различиях. Доверяйте автоматике, используйте прямое включение. Не доверяйте, можете осознанно выбрать альтернативное решение. Продолжение следует...